Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей в огне, а также материальных и социальных потерь – одна из основных задач Министерства по чрезвычайным ситуациям. Выявить грубейшие нарушения правил пожарной безопасности несложно. Они имеют место быть там, где люди пренебрежительно относятся к своей жизни и сохранности имущества. Гораздо тяжелее привлечь внимание к этой проблеме и убедить в необходимости неукоснительного соблюдения элементарных противопожарных мер. К сожалению, мы констатируем рост количества пожаров, рост количества гибели людей от пожаров. И данными мероприятиями, которые запланированы в период месяца, мы попытаемся предотвратить рост и вообще возникновение пожаров. Какие мероприятия у нас направлены? В первую очередь, это агитационные и профилактические мероприятия. Это и обучение детей, обучение молодежи, поведение акций и, конечно же, профилактика в жилье. Любой пожар несоизмеримо легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. По статистике, свыше 95% людей гибнет в огне в жилом секторе. Если попытаться представить, что в помещении сработал бы пожарный извещатель, то число подобных жертв, возможно, было бы меньше. Кроме того, сотрудники МЧС постоянно напоминают гражданам о самых элементарных правилах безопасности. К примеру, о недопустимости курения в квартире. Пожарного извещателя в жизни не было никогда. У нас и ни у кого нету, этих пожарных извещателей в доме, ни у кого вообще. Никогда не случалось ничего такого, чтобы тревогу забить. Не обходят стороной сотрудники МЧС и одиноких пожилых людей. Проблемы со здоровьем, возраст и забывчивость в их случае могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в домах и квартирах одиноких пожилых людей зачастую последний ремонт проводки, а также замена газовых плит производилась много лет назад. Такие дома находятся на особом контроле в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Туда постоянно приходят проверяющие, которые оценивают состояние жилого помещения и исправность газа и электроприборов. Ну, конечно, ну что сказать. Тут просто хлопать надо, аплодировать и все. Молодцы. Очень приятно. Дай Бог, чтобы вам так же было хорошо в старости. Вот я про себя лично. Вот как меня охраняют и как мне помогают и все. Хорошо. В реализации мероприятий, предусмотренных Месячником пожарной безопасности, принимает участие огромное количество сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они работают для того, чтобы обеспечивать безопасность жизни граждан. Однако не стоит забывать, что в первую очередь от самого человека зависит сохранность жизни и имущества. Продолжение следует...